Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать некоторые интересные моменты продолжения часть 2 на вчерашний вечерний Лёлькин стрим. Первую часть своего обзора на этот стрим я уже сделала, ну а сейчас собственно часть 2 заключительная. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну что ж, знаете, вот так много Лёлька говорила всяких разных слов, мол, расскажу и об этом на стрим. И про суды, и про звание Мать-Героиня, и про стройку, и про ситуацию с Суреном, с Артуром. Короче, решила всё собрать из поля и с моря, а по итогу я бы сказала самый настоящий пшик. Ну да, много было слов, много было красноречия, а вот толком ничего не рассказала. Но сидела, ребята, помимо того, что клянчила деньги, да, ещё и кричала о том, что мало-мало, мало лайков, давайте ставьте лайки, вы что, обалдели? Только после того, как вы наставите необходимое количество лайков, я вам, значит, расскажу, я вам буду что-то рассказывать. Что она рассказывала? Собственно, то, что она рассказывала и всегда. Вы знаете, я вот каждый раз смотрю каждый её стрим, да, когда она там выставляет свои определённые хотелки, вот сейчас там собирает, значит, 50 тысяч на доски, да, вот, говорит, нужно много материала, я, говорит, деньги свои вкладываю, значит, в этот материал. Мне вот всякий раз интересно, а где она что-то вкладывает? Ну, каждый раз ведь она приходит на стрим с целью просить деньги. И потом у неё ещё поворачивается язык, говорит о том, что, а я свои денюжки вкладываю тоже. Ну, где? Вот ни разу, да. Хоть бы сказала, там, вот, нужны были, там, доски, там, фанера, да, это я купила из своих денег, гипсокартон и прочие-прочие-прочие вещи. Нет, даже близко, даже близко этого нет. Ну, естественно, ребят, уже по доброй традиции притащила Гришу на стрим. Вы знаете, и так скучно было. Вот ещё с приходом этого Григория стало вообще очень скучно, я бы сказала, даже полнейший тухляк. Когда Гриша начинает говорить, честно, у меня возникает всякий раз желание вот поспать. Да, ребят, он как-то вот, знаете, правда, как начнёт, опять же, всё это, знаете, ну, нудно, неинтересно и так далее, что-то там рассказывать. Ну, Лёлька думает, что это, вот, если она позовёт кого-то, да, на стрим, значит, люди, конечно же, поймут, что да-да-да, больше ей поверят и проникнутся Лёлькиными проектами. Вы знаете, вот, честно, смотрю, сидела, смотрела этот стрим, опять в чате вот эти дебильные комментарии. Олечка, пожалуйста, так хочется ребёночка, отправьте поцелуйчик на, значит, на беременность и так далее. Вот хочется спросить, вы нормальные? Вы вообще в себе, да? Да, причём тут поберуха, у вас что? Мужиков нет, да? Мужчина должен тебе сделать ребёнка, ну, так, в принципе, на минуточку, да, как бы традиционным способом. Но явно не поберуха отправлять свои непонятные поцелуи, типа, которые должны сработать, да? Отправь, пожалуйста, поцелуйчик на беременность. Что это за белиберда? Кто у неё там просит эти поцелуйчики на беременность? Ребят, и вот сидят, им даже не стыдно об этом писать. Про суд. Ну, вы знаете, про суд опять сказала одно и то же. Про суд с Уреном. Она говорит, как бы, да, я могла бы пойти, значит, могла бы написать на него заявление, могла бы судиться с ним и так далее. Но, говорит, вы поймите, мне некогда этим заниматься, у меня на руках младенец, у меня на руках маленький ребёнок, у меня огромное количество детей, у меня абсолютно нет свободного времени заниматься этой ерундой. Говорит, вы что думаете, что я что-то смогу выиграть? Вы знаете, опять же хочу сказать о том, что вот что-то до этого, когда она беременная, таскалась по судам шут, её не пугало, друзья мои, то, что она была беременная. Количество детей, да, тоже она тогда кричала, я устаю и так далее. Однако же она на суд Шульц ходила, да, хотя у неё был там и законный представитель и так далее, то есть всё было нормально, но она туда всякий раз приходила на каждый судебный процесс. Сейчас Лёлька напомнила о том, что будет, конечно же, апелляция, да. Вот, говорит, будет апелляция, я бедная, несчастная и так далее. Ну, а здесь с Суреном она не может пойти на суд, понятное дело, потому что, потому что прекрасно понимает, что, как говорится, ничего у неё из этой ситуации не выйдет. Вот, если бы она уверена была в своей, так скажем, да, в своей справедливости, в том, что всё будет, вот действительно, что она абсолютно в своей правоте, да, она бы пошла. Она бы действительно стала судиться, а какая ей разница? Кто-то скажет, да ну вы что, это же деньги и так далее. Какая ей разница? Она бы наняла юриста, да, собирала бы деньги, сидела бы, собирала бы на очередные суды со своих хомяков, те бы ей, как всегда, донатили. Донатили? Да, конечно бы донатили, естественно. Но она понимает прекрасно, что у неё ничего не получится в ситуации с Суреном, поэтому она, и, как говорится, успокоилась и только поливает их грязью, сидя, да, сидя в комнате за закрытой дверью. Далее, ребят, та самая, которая кричит, что она так похудела, ну так похудела, говорит, ой, прям похудела, ничего не ем, призналась нам в том, что она, оказывается, жрёт практически одни углеводы. Да, да, говорит, да, говорит, вы понимаете, я мама 11 детей, да, говорит, я раздобрела, да, мне надо купить себе корсет. Кстати, насколько я помню, корсет она себе покупала тогда, когда родила, родила она, значит, по-моему, да, когда родила она Веронику, насколько я помню, это было 2 года тому назад. И она покупала тогда себе корсет, и, по-моему, мерила она его тогда на Валберес, и, да, пришла тогда ей посылка, она довольная, счастливая, там всё нам это дело демонстрировала. Ну вот всякий раз она опять рассказывает нам про то, как же она худеет, а тут она призналась, ни хера, ни хера, прошу прощения, ни фига не худеет, да, ничего, раздобрела, да, друзья мои, сидит на одних углеводах, очень, говорит, люблю я, говорит, всякую вот это вот, ну, видимо, сдобу, сладости и так далее поесть и чаёк попить. Лёлька, а мне интересно, а детки твои хотя бы вот это вот сладости, сдобу что-нибудь употребляют, или ты употребляешь это всё без деток при закрытой двери, да, закрыла дверь, закрылась на все засовы, да, как говорится, уселась и жрёт себе в одну харю. Ребята, я прям так и представляю эту картину. Помните, она как-то покупала сладости, да, везла там какие-то печенья, пирожные, экраны такие, да, и ела прям в машине, эклера, по-моему, не суть важна. Я ещё тогда смеялась и говорю, да, наверное, говорю, пока доедет до Туровки, половину сожрёт сама, а потом оставшуюся половину поделит между собой и своими многочисленными детьми. Ну, детям, как всегда, ничего не достанется. Демонстрируют нам, вот, я вам сейчас покажу, вот, сейчас смотрите, какой у нас тут проект пристройки, вот, говорит, комната для помощницы. Я сижу, ребят, всё это дело смотрю, думаю, господи, чего уже только Лёлькиному электорату не демонстрировали, да, и проект кухни, помните, был там кухня за 750, за 850 тысяч рублей, да, и теперь тебе, пожалуйста, проект пристройки. Кстати, Лёлька призналась опять в очередной раз своими словами через рот, что нет-нет-нет, кредиты – это не для неё, вы что, ну вы что, с ума сошли, люди, люди добрые, вы что, это вы берите кредиты, это вы там рассчитываете на свои силы, да, это вы там свои хотелки как-то реализуете за свой счёт, да, а она привыкла чужими руками жар загребать, как говорится, на чужом горбу в рай въехать, да, а это как раз-таки про неё, это её история жизни, ребят, представляете, наглая, наглая, да, сидит на голубом глазу и говорит, не-не-не, кредиты, я вот раньше с ними связывалась, а сейчас связываться не хочу, да. Лёль, а ты правда считаешь, что многие люди хотят связываться с кредитами? Сейчас время такое, да, сейчас время такое, все в кредитах, причём все вообще, весь, весь белый свет, все в кредитах абсолютно, все люди, да, ну такая жизнь, как говорится, а что делать, да, а что делать? Есть такая возможность, люди берут кредит, понятное дело, что, конечно, хотелось бы без кредитов, но опять же, человек ведь рассчитывает сам на свои силы, да, ведь каждый из нас, когда планирует какую-то стройку или какой-то ремонт в доме, в квартире или построить там какой-то дом, да, неважно, там, собственными руками люди дом строят, да, или нанимают какую-то фирму, которая строит им дом, да, люди рассчитывают на свои деньги, люди делают это за свой счёт, покупают машины, покупают себе путёвки на отдых и так далее, едут куда-то отдыхать, да, это всё люди, да, судятся, идут в суд, да, там, оплачивают многие-многие свои хотелки, всё это люди делают исключительно за собственный счёт. Ну, а у поберухи получается по-другому, она сидит и говорит, вы знаете, я вот, говорит, все деньги свои вложила, говорит, как раз-таки на вот эти вот всякие материалы для пристройки. Что-то мы не видим, чтобы ты что-то вложила. Ребят, и опять же, смотрите, помните, когда она только начинала вот эту стройку века, что она говорила? Она сказала, я буду вам отчитываться, я буду чеки показывать, я буду за каждую цель, которую вот я ставлю, да, там, допустим, сегодня собираем на фанеру, да, завтра на гипсокартон, послезавтра там на зарплату, там этому Господи, как его Грише, теперь, значит, на эти, на доске, да, она говорила, я буду отчитываться просто чуть ли не за каждую копейку и вам демонстрировать чеки. Мне просто интересно, хомяки забыли об этом? У них опять очередная амнезия, очередные провалы в памяти? Они хоть раз, может быть, Лёльке бы напомнили, а ты не хочешь отчитаться, нет? Ну, я прекрасно понимаю с другой стороны, да, а что ей так писать? Ну, напишут ей, Олечка, а ты обещала нам отчитаться, я представляю, как она там начнет вертеть, как говорится, на одном месте этих хомяков, да, кричать, ааа, идите в бан, горите в аду и так далее, собственно, мы по беруху все с нами, я говорю, эта ситуация с молокоотсосом, ребят, у меня просто, вот знаете, у меня она, я не знаю, мне смешно, честно, то есть сама постоянно вот это все муссирует, да, вот эту ребенка, грудь ей прикладывает, тиськи вываливает на всеобщее обозрение, я специально, я специально вас всех пытаюсь провоцировать на эмоции, даже не доходит, что мы, опять же, говорю, посмотрели, ну, поржали, ну, покрутили у виска, ну, сказали, какая ты шипзданутая, да, ну, и дальше пошли заниматься своей жизнью, а ты же себя опозорила, а тебя же помимо нас посмотрят еще, блин, и дети твоих друзей, и одноклассники твоих детей, да, и учителя в школе, блин, и какие-то там соседи, господи, в селе живет, да, ладно, потому что, понимаю, жила бы где-нибудь там в Москве, да, в каком-то мегаполисе, где народу полно, где никто никого не знает, живет-то в селе, ребят, даже стыда, вот просто даже стыда, ни стыда, ни совести, да, и потом, то есть я вас тут провоцирую, как она сказала, когда ей только начали писать, что ну хватит уже, ну, в конце концов, ну, это интимные моменты, что, сволочи, какая вам разница, это вас не касается, в общем, Остапа понесло, ребят, так что, понятное дело, что, конечно же, про чеки, Лелькин электорат, естественно, и про то, что Лелька клялась, божилась, что она будет отчитываться за каждую копейку, не будет, но, друзья мои, как я уже говорю, на протяжении недели, Лелька медленными шажочками подготавливает свой электорат к суду, Шульц, да, сказал, вот в прошлый раз было шесть судебных заседаний, где вот мы вместе с ними, там с той стороной присутствовали, Лель, не переживай, в апелляции такого даже близко не будет, одно судебное заседание, и вы разойдетесь, как в море корабли, опять же, да, друзья мои, Лелька сказала, что у них опять ничего нет и так далее, но мы, собственно, посмотрим, что там будет, да, опять же, мы же все равно все это дело благополучно узнаем, ну, Лелька опять кричит, что, в общем, все ее достают, все ее травят, все над ней измываются, все гнобят многодетную мать, а у нее младенец на руках, знаете, вот только когда она носится, какая-то бешеная собака, для которой семь верст не крюк, да, она что-то забывает о том, что она многодетная мать, да, ей как-то не до ребенка, друзья мои, не до младенца, Лелька может себе позволить многое, я вот не удивлюсь, собственно, если она поедет в ближайшее время куда-нибудь отдохнуть, да, как она ездила до этого, да, да, все было нормально, хорошо и прекрасно. Ребята, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч!